аэрофобии не страдаю но и воздух меня если честно никогда не тянула и летчиком не хотел стать даже в детстве возможно зря нужно пробовать как там говорят пилоты от винта еще до того как оказаться на месте пилота я много читал об управлении в интернете пишут что похоже на автомобиль честно обманули намного труднее на самом деле мне очень страшно и здесь любое неверное движение даже боюсь подумать что может случиться страшно было в первую очередь даже не за себя а за тех кто рядом я только что держал в руках жизни четырех человек и не в восторге даже не представляю каково это управлять самолетом когда за спиной несколько сотен пассажиров доброе утро вас приветствует командир экипажа андрей федоров сегодня мы совершаем рейс по маршруту москва симферополь расчетное время в пути состоит 2 часа 45 минут спасибо что выбрали нашу авиакомпанию и приятного полета кстати в этом кресле я чувствую себя намного комфортнее ведь это не настоящий самолет а тренажер полет в крым из московского аэропорта жуховский про который теперь знает весь мир воссоздаем с инструктором вадимом зарезким пытаемся повторить действия экипажа и понять что спасло жизни 234 пассажиров как действовали пилоты вот такой аварийной ситуации отказ обоих двигателей при отказе обоих двигателей у нас не остается запаса тяги в данном случае мы можем с вами только спланировать прямо перед собой и выполнить максимально мягко возможную посадку без шасси на брюхо при этом нарушили требования производителя и авиакомпании по мнению многих экспертов именно это решение и спасло самолета взрыва шасси могли повредить топливные баки пилоты были хладнокровны и не поддались панике есть люди которые мотивированы которым интересно вот эта посадка вот это как раз командир и второй пилот они попали он просто в один экипаж и тому и тому было больше интересно чем страшно в этом случае вот поверьте мне есть такие люди вот отбирает школы лечки испытателей да именно стрессоустойчивых людей этот потенциальные клиенты это чудо на кукурузном поле многие сразу сравнили с чудом на гудзоне аварийная посадка в нью-йорке в 2009 году где причиной отказа двигателей тоже стали птицы и тогда обошлось без же при этом все забыли что подобное было и в петербурге ровно 56 лет назад когда самолет не долетел до талина из москвы из-за заклинившей передней стойки шоссе 21 августа шестьдесят третьего года 11 часов утра обычный летний день большинство ленинградцев на работе туристы по привычке осматривают достопримечательности внезапно их внимание привлекает другой объект в самом центре города в небе над ленинградом начинает окружить пассажирский ту-124 позже стало известно что самолет вырабатывал топлива и на восьмом круге она неожиданно закончилась приборы показывали неверную информацию двигатели заглохли до аэропорта не дотянуть пилоты принимают решение посадить воздушное судно на небу над строящимся тогда мостом александра невского лайнер пролетает на высоте всего четырех метров от страха строители прыгают в реку еще через несколько секунд в воде оказывается и пассажирский бомб автор этих уникальных снимков юрий туйск он единственный кто смог сохранить фотографии рассказывающие о событии у всех остальных зрителей необычного приводнения милиция засветила пленку по воспоминаниям очевидца экстремальная посадка под управлением командира виктора мостового и второго пилота василия чеченева была выполнена с ювелирной точностью никто не получил даже царапины стали вещи достали буфет там бутылки все прочее все что там было хорошо помню как на панели стояло несколько ящиков с пивом бутылки были абсолютно целые это вот это я могу сказать но такие чудесные приземления без жертв можно пересчитать по пальцам часто нештатные ситуации воздухе заканчиваются катастрофы при этом по официальной статистике россия за последние 10 лет по их количеству на первом месте и этому есть объяснение рассказывает ветеран гражданской авиации алексиров по его словам современными самолетами по большей части управляет компьютер а функции летчиков сводятся к мониторингу и вмешательству в крайних ситуациях летные навыки и практика разумеется теряются они считают что искусственный интеллект это путь тому что вообще убрать летный состав но пусть те которые выдумывают это садятся в этот аэроплан и пусть летают я бы не советовал ну кто создает эту автоматику человек человека что свойственно ошибиться дальше ни один современнейший компьютер не проиграет ситуацию даже вот катастрофическая совета и как выйти еще одной причиной стал массовый побег из россии профессиональных пилотов летчики с большим стажем и опытом стремятся работать за границей ты выше зарплаты и другой подход 500 тысяч рублей при максимальной нагрузке в российских авиакомпаниях против стартовых полутора миллионов китайских китай опять-таки несмотря на дефицит пилотов и так далее у них дефицит и несмотря на грандиозные заработные платы которые в чем-то даже превосходят заработные платы в катарах в дубаях и так далее здесь дело в том что берут только высококвалифицированных специалистов то есть это уже готовых капитанов и они им готовы платить большие деньги ежедневно в небо взлетает 100 тысяч пассажирских лайнеров за год они перевозят четыре с половиной миллиарда человек это почти половина населения планеты и люди хотят доверять своей жизни профессионалам тем кто воспринимает небо не только как романтику но и оживленную трассу с иногда очень крутыми поворотами андрей федоров пульс города